Нарисовать лицо порой очень сложно. Дело в том, что мы слишком много внимания обращаем на лицо. На то привлекательно ли оно, симметрично ли оно, и поэтому даже небольшие огрехи в рисунке лица бросаются нам в глаза. Когда меня учили рисовать лица, то первым делом мы рисовали черепа. Если вы потратите на рисование черепов достаточно времени, то сможете правильно передавать пропорции головы, не беспокойся о мелких деталях. Когда перед вами нет глаз, губ и носа, то создается ощущение, что вы рисуете натюрморт, а не лицо. Но тем не менее вы учитесь располагать глазницы на правильном расстоянии друг от друга. Правильно располагать нос и как челюсти взаимосвязаны между собой. В этом занятии мы займемся цифровым рисованием. Рисовать черепа можно и при помощи карандаша и блокнота, но при помощи компьютера процесс пойдет куда эффективнее. Так что на один раз сделаем исключение из правила. Как видите, я настроил окно Photoshop немного иначе, чем обычно. В этот раз справа у меня открыто окно браузера. В окне открыт очень интересный сайт online-lifedrawing.com. На этом сайте можно работать с трехмерными моделями. Их можно поворачивать и смотреть на них с любого ракурса. И если вы стараетесь научиться рисовать объемные фигуры и вообще работаете с объемом, то этот сайт он ну просто бесценен. Владельцы сайта дали мне доступ к материалам, чтобы я мог показать вам что-нибудь интересное. И первое, что мне пришло в голову, это сайт нереально крутой. У вас не просто плоские фотографии моделей, а самые настоящие 3D модели, которые вы можете поворачивать в любую сторону. Чтобы записать полноценное видео, я скрою большую часть интерфейса, поэтому процесс будет выглядеть так, как будто я рисую на бумаге. Вот мои слои и панель навигации. Я их тоже на время скрою. Посмотрите на то, как я упорядочил свой рисунок. То же самое вы можете сделать на бумаге или фотошоп. Я нарисовал три параллельные линии. Это позволяет мне ориентироваться в деталях строения черепа. И если я нарисую несколько черепов на одной и той же странице, то эти детали останутся на одном и том же уровне, на одной и той же линии. Так вам проще контролировать пропорции рисунка. И это также позволяет использовать каждый удачный рисунок как ориентир для следующих работ. Итак, я создаю новый слой. Вот он наш череп. Я думаю, что нарисую его в профиле. Начинаю рисовать. Так как мы говорим о структурной анатомии, то я начну работу с рисования простых вещей. А затем, по мере работы, буду добавлять дополнительные сложные элементы. Если сильно упрощать, то череп это сфера, к которой внизу прикреплена коробка. Центральная линия находится на месте пересечения глазниц и спинки носа. Пока что я занимаюсь основными чертами и контурами черепа. Этот сайт полезен тем, что можно повернуть модель и посмотреть на череп с поворотом в три четверти, чтобы более точно передать линии во время работы. Возвращаясь к профилю. Я не пытаюсь нарисовать идеальный череп. Пользуясь трехмерной моделью, я хочу понять и выразить взаимосвязь между этими формами, сферой и коробкой. И если вы будете много практиковаться в рисовании черепов, то скоро ощутите, что рисование реальных или воображаемых лиц станет куда проще, чем раньше. Так как все отметки и выступы на черепе и есть на лице тоже. Просто они скрыты мускулами и плотью. Рисование черепов действительно помогает сделать лица куда более правдоподобными. И так как сходство вещь в данном случае довольно труднодостижимая, то я предпочитаю представлять, что я работаю с геометрическими фигурами, а не с человеком. И то, как много деталей вы хотите добавить в рисунок, зависит только от вас. Я использую это упражнение только для того, чтобы отточить свое чувство пропорции. Поэтому для меня мелкие детали в данном случае не важны. У меня нет цели нарисовать фотореалистичный череп. Это скорее упражнение на развитие моих умственных навыков. И так я уже заканчиваю. Чуть позже я передвигаю лист бумаги, меняю позицию черепа и приступаю к работе заново. И скорость работы в данном случае уже не так важна. Мне нужно прежде всего понять, как формы располагаются в пространстве. Так что если у вас есть проблемы с изображением лиц, особенно воображаемых, то попробуйте это упражнение. 25-30 черепов типа этих и ваши лица станут определенно лучше. Я гарантирую. И если вам понравился сайт, зайдите на него. Это onlinelifejoin.com. На нем действует система месячной подписки. Поэтому если вам сайт понравился, то владельцы готовы сделать специальную скидку для controlpaint.com. Поэтому отпишитесь в комментариях и мы что-нибудь придумаем. Сайт действительно очень крутой. Я подобных ему раньше никогда не встречал. Успехов и спасибо за внимание.